Продолжение следует... Лардэш, а это находится в департаменте гард, то есть на границе, знаете, вот граница, они идут по изрелистой так горах, вот, и в этом, в этой пещере есть такая интересная фишка, которую я видел на интернете, которую мне рассказали, знакомые, поэтому сюда и приехал, и вот эту вот фишку мы прибережем до того, как зайдем внутрь, до того момента. Вот, я про нее знаю, а вы еще нет, и вы ее увидите своими глазами. Так, вот этот вот вход называется Грот де ля Коконьер, то есть пещера де ля Коконьер. Видите, погода прекрасная, погода все лучше и лучше, просто лето настоящее. Сейчас купим билетик, он стоит 13 евро, сейчас надо найти кассу. Скорее всего, где-то здесь билетик, он стоит 13,50 и спуск, короче, каждые полчаса, каждые полчаса с гидом и этот прогулка по подземелью продолжается час, в общем, час. Бутичок, как всегда. Его здесь продают, видите, евро похоже на пятисотки, на пятисотки, как банк приколов, знаете, только ноль, вот видите, 2 евро стоит. Мерси. Вот, и через 15 минут наш спуск, спуск начнется вон там, в тех железных воротах. Немного истории, в общем, этот грот был найден там, ну, в каком-то там 1850 году, и вот там, я не знаю, лет 50 назад, что ли, я видел просто документальный фильм по телевизору. Один любитель спелеолог купил кусок этой земли, где находился этот грот, то есть где находилась эта пещера, вот, и просто, видите, как у людей мозги работают, предприимчивых людей оборудовали, видите, как видите, все неплохо с годами, со временем, и все, и делают бабло. То есть грот сам по себе, он продолжается 14 километров, все эти подземелья, но для визита людей открыт только один километр, вот, оборудован там. Сейчас мы это увидим все своими глазами, я тоже, вот, спускаюсь сюда. Первый раз, вот, видите, как он называется, грот ляко кольера, кока. Да, чуть ли не кокаин. Вот, 50 лет, видите, как его открыли для публики. Вот, все это находится в горной местности, в горах Гарда и Лардеша. Видите, как здесь все классно оборудовано. Сегодня 1 мая, кстати, день труда, поэтому немноголюдно. Многие думают, что закрыто 1 мая в празднике. Вот, я тоже так думаю, я позвонил, прежде чем приехать, чтобы не приехать в пустую. И вот, сейчас посмотрим пещеру и, возможно, я думаю, будет интересно. Еще раз сниму этот план, вот, видите, здесь написано. Пусть записи, то есть, вы здесь. И, возможно, вот этот вот красный путь, что-то, он не открыт для визита. Видите, даже года, когда, видимо, открывали все дальше и дальше. Вот, видите, тут даже озеро находится подземное, еще одно озеро. Вот, видите, все это продолжается. Не знаю, дойдем мы до сюда или до туда, но не думаю. Видите, как тут интересно внутри. Этой пещере, там, 35 миллионов лет. Видите. Да, плавать под водой мы, конечно, не будем. Это профессиональные спелеологи. Вот, все. Сейчас это мы увидим своими глазами с гидом. Гид нам будет объяснять по-французски. Постараюсь делать свои комментарии. По возможности, чтобы ему не мешать. И не мешать остальным людям, которые будут идти с нами вместе. Вот, слушайте, я начал читать буклетик этот. И здесь написано. Температура 14 градусов. Влажность 98%. И вот здесь, вот видите, вторая строчка. Ретурм аппетит трон. То есть, возвращение на маленьком поезде. Длится один час. Потом здесь бутики, бары, туалеты, паркинг. Бля-бля-бля. Короче, видите, сюрприз еще один. Ретур. Возвращение на маленьком поезде. То есть, на поезде вернемся. Ну что ж, наш визит начинается. Немногочисленная публика. Двигается ко входу. Ну что, спуск начался. Смотрите, такой довольно-таки достаточно длинный. Крутой и очень длинный спуск. Ну что, бетонная часть заканчивается. И начинаются настоящие скалы. Да, прикольно так посетить такие интересные, захватывающие, необычные места. Как видите, написано на буклетике разные уровни. 20, 30, 40 метров. Пластами. Во. Началось еще такой крутой спуск, небольшой. Смотрите, прикольные какие. Стало гдеть-то. Как будто, вот, лилось. Не как будто, а так и было. И застыло. Здесь даже можно потрогать потолок, видите. И стены все так близко. О, началось. Кстати, даже сейчас в наши дни, на протяжении вот этих 35 миллионов лет, он трансформируется, потому что это же все настоящее, все природное. Все течет, движется. Смотрите, какие потолки, пики. Реально, вот, как в фантастических фильмах про чужих. Смотрите, вот тут все возрастают, и пенсионеры, и дети, и взрослые. Смотрите, какой обрыв. А там, видимо, сделали бетон какой-то. Да, видимо, какая-то площадка, потому что невозможно, чтобы природа сделала такой выступ. Блин, тут даже все такое размытое, как будто стекло какое-то. Гид. Гид говорит, это зал конгрессов. Ну, они так назвали это место. Слушайте, я только что понял, короче, когда вот нам посветил, тем более. Это просто вода, вода, и это отражение, ну, как в зеркале. И я думал, это такая пропасть здесь, и глубина. Обалдеть. Я думал, вот этот вот выступ бетонный, он просто в воздухе. На самом деле, это просто... Это дно, такая ровная гладь воды, и вот эта сцена. И он говорит, что иногда здесь проводят концерты. Рассказывают про пласты, про сталактиты. Ну что, идем за ним. Сейчас будет остановиться в разных местах, и интересных, и рассказывать. Да, вот прикольно. Они так хорошо так все оборудовали, дорожки. Слушайте, настоящая пещера, которой больше 35 миллионов лет. Представляете? Такие вот образования все. Приглашает на эту площадку. Сейчас он будет рассказывать еще что-то новое. Спасибо. Спасибо. Дома ГОТОН МОТОН СООБЛЕН СООБЛЕН Д — Он говорит, что вот эти наросты идут один сантиметр в сто лет. И говорит, что вот эти вот... Они, говорит, соединятся где-то через 600 лет. Идем дальше. Реально похоже на какие-то декорации из фильма, но это не фильм, это просто реальная, настоящая природа, которая сформировала все эти пустоты, как написано, в течение 35 миллионов лет. Слушай, тут такая галерея вообще класс. Кристаллы кальцита вон, блестят. Я не думаю, что у нас нет, если я уже не воню, я уже не воню. Но мы не будем смотреть, потому что это красиво, но не воню. И нужно представить, что у нас есть большая штука воню. Это у нас есть реальная реакция с газом и газом. Вторая особенность, вы будете видеть, это диски. И еще один, который находится в центре, в центре, в центре. Блин, такие пики тут. Отвалился, по-моему, может, в любой момент. Блин, такие пики. Это хорошо от их звезда, по их отзывах. Об этом уровне. У собаки же расширяю. Луны, которая приходит в частности, легко. Основательные пики, какими-то, и лук, в составе. В этот момент, давайте на верим, Он говорит, что может свалиться на голову, то есть если вы застрахованы, то это натуральный риск. Вот один упал говорит, показывает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Какие галереи, при освещении света, как это все красиво. Он говорит, вот видите, вот эти вот такие линии ровные, этих каменных сосулек, это вот откуда текла вода. Поэтому вот эти вот образования. Это вот этот вот сталактив, вот этот вот, видите, похоже как будто рука вверх. Они называют ее статуей свободы. Вот видите, в пещере даже статуя свободы у них есть. Реально космос. Такие причудливые формы. Субтитры делал DimaTorzok Да, все такое мокрое. То есть все работает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прикольно. Белое дно такое. Такие же ванночки, как в прошлом моем клипе в пещере San Marcel. Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему он показывал вот эту вот ерунду? Он говорит, что там вот внутри такой вот камушек якобы как как будто как бриллиантик Я рассказал только что одну историю что кто-то один раз он так вот тоже людям светит фонариком, говорит и не видит ее и говорит одна группа, которая шла впереди нас своровала изнутри вот этот вот камушек, который там вот вырос и говорит, он побежал позвонил на телефон там, чтобы остановили группу, которая идет впереди и они поймали людей, которые вытащили этот камушек вообще смех ну и потом они положили этот камушек на место это их жемчужина, так сказать да, смешно кому понадобилось кусок этого камня озера подземные озера подземные ручейки если что-то капает, льется то есть все находится в натуральном формировании до сих пор о, прикольно по мере продвижения загорается свет и мы видим макет забирающегося спелеолога и и и а там еще палатки палатки я не заметил сразу он только что сказал что пещера частная то есть принадлежит частному лицу почему потому что когда вы покупаете землю сверху все что находится в земле это ваши то есть пещера частная как я уже говорил и вот хозяин продолжает навариваться так сказать то есть получает денежки с визитов то есть говорит 60 человек каждые 15 минут спускаются сюда по 13 евро посчитайте нон-стоп без перерыва смотрите вот с этой стороны такое озерцо тропинка и слева вот можно сказать пропасть небольшая такое впечатление как будто находишься в каком-то диснейленде на будто все это декорации смотрите какие ямы проходы трубы такие а 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 тропинка уходит туда вдаль по которым мы сейчас пройдемся да прикольно как открыть для себя что-то новое такое интересное необычное смотрите обвал такой камней реально видно как будто падала как лавина и остановилась смотрите длинный коридор уходящийся дальше и дальше сейчас будем идти там зажгется свет помните историю которая сказал он бежал к телефону вот здесь телефон находится телефон аптечка немного повсюду по мере продвижения находится телефон и аптечка если что а это он включает свет вот здесь видите такая штучка вообще класс вот это вот вода она дает такое впечатление как буду там пропасть это просто как зеркало отражается как будто там такая глубина на самом деле просто вот вода вас надо свой фонарик взять так достигались бы лучше спецэффекты люди растянулись идут уже снимать фотографируют доходим до ванночек ванны с цветной подсветкой да прикольное такое место вот здесь на повороте можно будет захватить все это галерея с подсветкой ванночка ну и все все и 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 Смотрите, видите, там по стене тропинка, к которой мы шли только что. Проглажаем наш визит, он там что-то показывает, застряет наше внимание, бутылки с вином. Я делаю трудно, потому что в 9 часов часов до 18 часов, мои дорогие жители говорят, что это время, или нет, и я вездаю в сентябре, и я не могу. Я не могу, я не могу, я не могу. Потому что, до 10 лет, они стояли в бизнес на магазине, где они могли купить вин в Акокалир, и это было так, и так, и так, что, когда я был только с другим, или 3-4 человек, Я пойду на бутылку, и я их вернусь в 17 минут. Но я не могу, потому что они знают очень хорошо, что есть. Да, гид, он шутник. У меня такая гладь, реально вот как в зеркало. Он говорит, ускоряйтесь в группе, иначе, говорит, нас догонит следующая группа, которая вышла там 15 минутами позже. Да, насчет вина, он говорил, говорит, а я раньше брал это вино, пил, говорит, но теперь, говорит, хозяин. Хозяин, говорит, посчитал и знает, сколько бутылок, такие истории смешные рассказывает. Говорит, поэтому я больше не беру. Ой, это шутка, конечно. А вообще он объяснил, вино кладут, ну это вино, реальное вино хозяина. Он говорит, вино кладут в такое темное и прохладное, с постоянной температурой место, потому что оно замедляется старение. Люди спросили, а почему в бочках, он говорит, бочки раньше здесь были, но, говорит, бочки разлагаются и засоряют здешнюю атмосферу, поэтому от бочек отказались, просто положили бутылки. Слушайте, обалденно, не знаю, видно будет, нет или нет. Тут такие пропасти просто, параллельно с этой тропинкой. Да, да. 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 Вот так. Да. Да. Ну, я думаю, что вы видите эти тропинка, которые я надеюсь, Возвращение стихи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот мы приближаемся к фишке К фишке, про которую я вам хотел рассказать Внутри этой пещеры, как вы видите, впереди Настоящая стеклянная пирамида Это отель Здесь вы можете зарезервировать себе место И просто поспать Ночь, две, три, сколько хотите Сейчас он будет рассказывать Вот можете один С девушкой, со своей, с кем угодно Просто вы здесь Остаетесь один на ночь И вы регулируете светом Представляете Представляете, прикол какой-нибудь Оставлю включенным телефон, чтобы Слушать, что он говорит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Исп�тры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорит одна ночь, 700 евро. И там завтрак принесут. Мы скажем так? Ну а здесь время тоже лимитировано. Он говорит до 10 утра. Почему? Ну, потому что начинаются визиты, и вы должны уйти. Прикол. Вот ночь в этой пирамиде, похожей на пирамиды парижские Лувра, стоит 700 евро. Ну что ж, вот это и есть эта фишка, этой пещеры. Отель для двоих, 700 евро ночь в стеклянной пирамиде. Он говорит, что остаётся он дежурить, если вдруг какая-то опасность или что-то там случилось. Вот, так что кто-то внизу спит, а кто-то наверху дежурит, на всякий случай. Да, это настоящие останки людей и животных, которые здесь жили когда-то. Вот и закончился наш маленький и интересный, и познавательный экскурс. Да, вот этот треугольник, видите, он недалеко от выхода, то есть от входа, ну, выхода. Спасибо большое. Это очень интересно, у вас есть хороший номер. Это да, да. А вы получаете трансфикцию. До свидания. До свидания. Ну, что ж, уходим. Маленький детский паровозик ждёт нас на поверхности. Я думал, нас вывозить будут. Ну, что ж, вот и закончилась наша экскурсия. Вон, мы вышли из пещеры. Садимся на этот детский паровозик. Едем к началу, где мы спускались. Так, мы уже в поезде. Поехали. Маленький детский паровозик. С музычкой. Вы видите, горы, настоящие горы, дикая растительность. Везде скалы, скальная поверхность. И я, ваш оператор. Слушайте, нормальное расстояние мы прошли под землёй. Едем по горной дороге. Кстати, вот это натуральный парк. Лордэш, гард. Мы заезжаем по территорию входа. Откуда мы отправлялись, вот, бутик, видимо, видите. Здесь он делает разворот и едет забирать другую группу. Ну что ж, сувенир на память. Если кто-то хочет купить сувенир, как всегда. Мыло с разными запахами. Вот голубенькая, по-моему, лаванга. Винцо, которое вы не купите в магазинах. Почему? Потому что, как бы, лимитированное производство, видите, специальное. Гродь для кокаера. Кокольера. Такие вещи продаются только вот, ну, в замках. С названием замка или вот этой пещеры. Видите, как развит туризм. Как поставлено все хорошо. Кристаллы настоящие. Так что вот, брать на заметку, учиться и делать, как они, может, даже лучше.